приветствую вас друзья последние дни белый дом охладил к украине и многие ломают голову из-за чего это произошло то или из-за событий на ближнем востоке то ли из-за предстоящих перемен на балканах а может быть тайвань с китаем перебежали дорогу киеву и оттянули на себя все внимание белого дома в общем причина есть почему белый дом сливает зеленского а тут еще появились и статьи из new york times которые проявили свет на ситуацию я рекомендую вам досмотреть этот ролик до конца в нем будет много интересных мыслей а также попрошу подписаться на канал если вы впервые зашли на него или просто забывайте подписаться и так чем больше украина теряет территории тем дальше запад отодвигается от зеленского и new york times подтверждает что сша хотят поскорее избавиться от проблемной украины чиновники из администрации президента сша джо байдена слил информацию о том что белый дом больше не доверяет украинскому президенту зеленскому информация это попало к журналисту тому фридман у из new york times и была опубликована пишет об этом американский журналист national review правда время для подобных откровений выбрана весьма неудачно потому что конфликт в украине не закончен однако пора посмотреть правде в глаза пишет фридман ведь официальные лица соединенных штатов действительно обеспокоены действиями киевских властей причем обеспокоены намного больше чем признают и не просто беспокоены хозяину в белом доме больше шут не нужен а хозяин нам нужно заботиться друг о друге забота потихоньку заканчивается зеленский об этом знает но какие-то гарантии безопасности от сша европы зеленский все равно получил и поэтому зеленский и ведет себя так словно ему ни за что уже не придется отвечать однако многие аналитики уверены что зеленскому не придется отвечать лишь в двух случаях первый случай если украина победит но это уже невозможно это признают даже западные партнеры и второй случай если украина просто исчезнет с политической карты и зеленский готовит украину ко второму сценарию в киеве и вашингтоне давно все поняли и осознанно опускает украину в расход причем пускает в расход и армию и население давно понимает что выиграть не получится и хотят просто посильнее хлопнуть напоследок дверью и будь что будет хоть трава не расти а что будет со страной и народом им уже не важно ведь украинская власть не собирается жить в украине вот где находятся родители зеленского но точно ведь не в кривом роге да и детки сто процентов не в киеве ну а самих украинцев мало того что никто ни о чем не спрашивает а просто ведут в пропасть так еще и из-за полноценных людей не считают я в предыдущем ролике показывал мнение украинской власти но это стоит того чтобы послушать еще раз а украинская власть тоже не дорабатывает она презирает народ я вас уверяю презирает за людей никто не вполне считает и имеет на то практически все основания вот украинский народ они как бы бестолковые неумелые безмозглые эмоциональные управляемые там нищие духа людей нормальных в этой стране с которой можно говорить и которые понимают все что здесь происходит по пальцам двух рук можно это и считать это вот это несчастье которое вот не образованные бестолковые без опыта да нитки обобрали народ а теперь можно и бестолковым несчастьем называть а украинцы все это слушают и продолжают во что-то верить и это вера уже принимает характер одержимости просто фанатизм какой-то продолжать верить в ворам и проходимцам сша с европой уже перестали доверять а большинство украинцев как зачарованы вот что с этим делать сша ведь было достаточно дать киеву 40 миллиардов и не получить отчета куда делись деньги а украинцев уже обобрали сто раз по 40 миллиардов и все не наука в том фридман пишет что в белом доме считают что в киеве происходит нечто весьма любопытное 17 июля зеленский отправил в отставку генерального прокурора украины и руководителя службы безопасности и это была самая значительная перетряска в его кабинете с начала этого года так вот по мнению белого дома это было равноценно тому что байден в один день уволил бы мерика гарланда и била бернса причем до сих пор нет никаких сообщений которых убедительно бы объяснялась чем это было связано похоже что в белом доме не поверили версию что они агенты кремля и до сих пор не могут успокоиться далее том фридман пишет что в белом доме боятся даже заглядывать в темные коридоры киевской власти потому что боятся видеть там мощную коррупцию после всей той поддержки которой соединенные штаты этой власти оказали да я простым языком вам лучше скажу в белом доме боятся признать что группа украинских нариков развела серьезных дяденек на большие деньги но культурным языком это выглядит так будто вашингтон слишком устал от украинских проблем ну и конечно сюда же можно приплюсовать собственные проблемы с энергоресурсами и и контр санкции а также то что сейчас происходит между тайванем и китаем а также израилем и сектора газа на балканах до 1 сентября будет затишье в общем вы сами видите что от украины потихоньку отходят в сторону и в белом доме решили российско-украинский конфликт пора заканчивать пока весь мир не развалился мы войдем вес он развалится да мы попытаемся войти в россию она снова но она тоже развалится как бы в это время когда мы туда войдем и мы окажемся на развалинах хорошо сказали самой критичности не занимать только проблема в том что киев вряд ли согласиться с подобным решением я имею ввиду решение белого дома завершить российско-украинский конфликт киев на это не пойдет потому что во-первых зеленскому трудно будет объяснить почему он в самом начале не выполнил минские соглашения а подпишет их тогда когда потеряет 20 процентов украинских территорий а во-вторых никакие договоренности зеленскому не помогут и он об этом знает все деньги которые украли придется вернуть пусть не народу а серьезным дядям но деньги вернуть придется да и спрятаться по большому счету будет негде в общем политическая карьера президента украины владимира зеленского подходит концу все что от него требовалось он сделал об этом кстати заявляет бывший офицер американской разведки скотт риттер кстати скор три кстати скотт риттер тоже считает что зеленский либо покинет украину либо его зашибут собственные граждане которые перестали ему доверять потому что по мнению риттера президент украины тоже несет ответственность за то что происходит сейчас украине кроме того по мнению скотта риттера западные лидеры перестают верить в созданный образ зеленского и все чаще отказывают киеву в помощи добавил он да и престиж президента украины постепенно падает поэтому больше нет смысла в том чтобы он оставался у власти отметил бывший разведчик и по его мнению в скором времени в украине может произойти смещение зеленского с должности президента в общем администрация байдена уже пытается оставить несговорчивого президента украины в гордом одиночестве без команды чтобы тот быстрее согласился на все уступки даже территориальный подчеркивает нью-йорк таймс как будто кто-то будет у арестовича спрашивать особенно хозяева белого дома я тут не совсем правда понимаю как в белом доме смогут оставить зеленского в гордом одиночестве без поддержки сша и европы если от него невозможно избавиться зеленского ведь гонишь дверь он лезет в окно его с окна выталкиваешь а на 5 лезет в дверь я когда-то рассказывал что у меня есть родственник он наркозависим так вот ему говоришь нет а он тебя не слышит ему все равно да и . но и у всех нариков поведение одинаково поэтому я лично не верю что можно будет попытаться постепенно оставить таких людей в гордом одиночестве от них постепенно не избавишься с ними только радикально нужно действовать но как бы в сша не решили действовать постепенно или ускоренно фактом остается то что белом доме признали что события в украине развивается не так как предполагалось изначально следовательно соединенным штатам нужно срочно выйти из игры но при этом сделать зеленского козлом отпущения который и будет виноват в том что все пошло не так а заодно можно обвинить и всех несознательных украинцев которые оказались слишком неумелыми слишком коррумпированы и погрязли в междоособицах тогда как сша сделали все возможное чтобы помочь им защитить себя но даже на это украинцы оказались не способны отмечает издание тем временем политический корреспондент джим геррати предлагает вспомнить какие суровые жесткие слова джо байден произносил о россии в ходе предвыборной кампании байден говорил путин знает когда я стану президентом соединенных штатов америки его тирании и попыткам запугать сша и страны восточной европы придет конец но вступив в должность байден заговорил о том как сильно ему нужны стабильные предсказуемые отношения с россией и необходимо срочно и найти способы снять напряженность в отношении к между двумя странами верить и напоминает нам что байден который когда-то был настроен весьма враждебно по отношению к путину начал искать новые сферы согласия байды незамедлительно принял предложение путина продлить на пять лет действия соглашения с н в 3 отказался от политики противодействия трубопроводу северный поток 2 усилив тем самым зависимость европа от экспорта российских энергоресурсов и даже не стал ввести охоту на личное состояние путина посредством санкций а наоборот байден увеличил импорт российской нефти а также остановил строительство трубопровода кейс тонн и когда байден пришел в овальный кабинет то он не горел желанием конфликтовать с россией теперь же он оказался в состоянии опосредственной войны с москвой хотя никогда этого не хотел напоминает автор и сегодня в белом доме прекрасно понимает что последствия антироссийских санкций и украинского конфликта укнулся всему миру рост цен на энергоресурсы и на продовольствие которые могут спровоцировать всемирный голод а также впереди холодная зима и замерзающая европа и тут есть от чего впасть в панику и захотеть просто выбраться из этой искусственно созданной самими соединенными штатами америки неразберихи уверен джим геррати но если при этом украина потеряет часть своей территории разве это будет волновать кого-то в вашингтоне или простых американских обывателей задает он риторический вопрос и констатирует сша никогда особо не интересовало кто контролирует донбасс вот все то что вы сейчас услышали знает и зеленский также зеленский знает что эрдоган о многом наговорился с путиным и российский газ в турции будет теперь частично идти за рубли в турции с россией будет наращивать торговый оборот будут наращивать экономическое сотрудничество в различных областях также подтвердили свои позиции по стамбулу 1 и сирийскому регулированию и отношения российской федерации турции станут более тесными в рамках прагматических подходов и все это не вдруг и говорит это о том что россия только укрепляет позиции а зеленский их теряет на этом я с вами прощаюсь желаем вам всего самого хорошего всем пока